Здравствуйте! В результате ДТП 7 человек, в том числе трое несовершеннолетних, обратились за медицинской помощью на месте. От госпитализации они отказались. Травмы, несерьезные ссадины, ушибы. Позже прибыл другой автобус. Все пассажиры пересели в него и продолжили следование по маршруту. Гибель на работе. Пермские следователи передали в суд дело об убийстве 44-летней женщины, работавшей в службе такси. Один из пассажиров пришел в ярость от просьбы оплатить поездку заранее. Напомним, нападение произошло минувшей осенью возле лесного массива в поселке Архиерейка. Мы ехали в леды. Водительница остановилась примерно где-то в этой местности. И начала говорить, чтобы мы заплатили за такси сразу. Без денег я, говорит, не поеду. И начала все, выходим из машины. То ли у пассажиров не было денег, то ли их возмутило недоверие со стороны таксистки. Но один из них решил ее наказать. По словам свидетеля происшествия, его приятель голыми руками и совершенно хладнокровно решил женщину жизни. Закинул руку ей на подбородок. А с этой стороны рукой закадыкзал на горло. И что дальше делал? Все, он стал ее душить. Парочка избавилась от тела в районе лесополосы. А сама, как ни в чем не бывало, продолжила путь. Автомобиль они затем продали, а деньги поделили между собой. Но благодаря оперативным действиям полицейских машину быстро нашли. И после экспертизы вернулись в семье погибшей. Проведенными следственными и неотложными мероприятиями, а также сложными экспертизами было установлено причастность именно обвиняемого, который в настоящее время содержится в следственном изоляторе. Установлено, что об обвиняемых наркозависимые. Теперь один из них будет отвечать за убийство, другой – за сокрытие особо тяжкого преступления. Известно, что у погибшей остались двое сыновей. Им очень понравилось. Группа китайских болельщиков, приехавшая в Россию на чемпионат мира в 2018 году, задержалась надолго. Гости из Поднебесной посещали матчи в Екатеринбурге, а после переместились в Пермь. Причем граждане Китая так хорошо проводили время, что передумали возвращаться на родину. Правда, не оформили необходимые документы для длительного пребывания в России. После встречи с полицией, все пятеро оказались в центре временного содержания иностранных граждан. А вскоре группу азиатских любителей футбола отправили в Екатеринбург. Под присмотром судебных приставов нелегалы прошли в самолет и улетели в родные края. Добавим, что это болельщики далеко не единственные, кто не поспешил покидать Россию. Весной этого года, по подсчетам полиции, в нашей стране все еще находилось около пяти тысяч иностранцев. Уральцы пришли на выручку. Пермские волонтеры несколько дней оказывают помощь жителям города Тулун в Иркутской области. Регион серьезно пострадал от наводнения. Отряды добровольцев съехались в Сибирь из разных концов страны. С прикамскими волонтерами пообщался Евгений Гуляев. Тулун – один из наиболее пострадавших городов от наводнения в Иркутской области. Волонтеры из разных городов начали прибывать в Сибирь в начале июля. Среди добровольцев есть и отряд из 11 пермяков. Сразу после приезда – инструктаж, безопасность на первом месте. Вы видели, да, какие масштабы, да? Очень много всякой падали – коров, собак потопленных, ну и так далее. Они разлагаются, короче говоря. Все это может привести к заражению гепатитом. Вот. Поэтому, значит, первое правило. Если вдруг у вас так получилось в моменте работы, например, или еще что-то, напоролись на какой-то гвоздик, вот, ранка маленькая, обычно заживает. Сразу же с этой ранкой нужно подойти, короче говоря, ее обработать, залепить, заклеить. Мы связались с нашими волонтерами в Тулуне. Они нам сообщили, что сейчас ситуация в городе стабильная, угрозы нового затопления нет. С первых дней пермяки, среди которых в основном студенты и молодежь, вместе со своими соратниками из других городов приступили к оказанию помощи местному населению. Жители приняли всех волонтеров очень радушно. Они не ожидали, что столько человек откликнутся и приедут. Мы здесь будем работать до 14-го числа, с 8 утра до 10 часов вечера каждый день. Мы разгребаем завалы, также у местных жителей спрашиваем, что им нужно купить, и по возможности привозим гуманитарную помощь. Напомним, в настоящее время Тулун – единственный частично потопленный город в Иркутской области. По последней информации, всего за медицинской помощью с начала паводка обратились более 3 тысяч человек. Госпитализировано около 500. 23 человека погибли. В регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Мы живем возле самой реки. У нас дом затопило самыми первыми. И ушла вода самыми последними, наверное. Всего на помощь людям только в Тулун приехали несколько сотен волонтеров. Помогают кто как умеет. Кто-то разносит воду, лекарства, одежду по домам, разбирают завалы и прочее. Работы в городе все еще очень много. Мусор из пострадавших от паводка районов вывозят практически круглосуточно. Пока в населенном пункте остаются потопленными 200 с лишним жилых домов. Евгений Гуляев, Валерий Шикунов, Телевизионная служба новостей. Физкультура у обрыва. Спортивная площадка 7-й Пермской гимназии оказалась под угрозой оползания в лог. О том, что склон, на котором построен комплекс, осыпается, очевидцы сообщили в социальных сетях. На месте побывала наша съемочная группа. Спортивный комплекс гимназии номер 7, в том числе стадион, построили в 2016 году. За три года существования он стал центром притяжения не только для учащихся, но и для всех любителей заниматься физкультурой и спортом из микрорайонов Вышка-1 и Вышка-2. Здесь регулярно идут занятия по футболу и легкой атлетике, проходят районные и городские мероприятия. При этом вся территория гимназии стоит на насыпном грунте, буквально за забором спортивного объекта крутой склон. Местами расстояние от территории спортивной площадки 7-й гимназии до обрыва составляет менее полуметра. При этом движение почвы в этом микрорайоне дело привычное. В 2010 году жителям многоэтажки по улице Гашкова 28-Б на той стороне лога пришлось съехать из своих квартир. Дом в какой-то момент точно так же начал сползать в лог. По словам директора гимназии Дмитрия Понусова, при строительстве комплекса особенности грунта учитывали. И конфигурацию стадиона и прилегающих трибун разработали специально для такой непростой местности. Мы проводили исследование, когда строился стадион. Риска для полного обрушения стадиона тогда экспертиза не нашла. Но лог, который за стадионом, он много лет в определенном движении приближается немножко к гимназии номер 7. Заниматься на нем можно. Другое дело, что эту ситуацию надо контролировать. Периодически склонно осматривают, говорит Дмитрий. Буквально вчера на нем побывали специалисты районной администрации. А последняя комплексная проверка была в конце мая этого года. Приезжали из департамента архитектуры и градостроительства специалисты, приезжали представители МЧС, которые посмотрели и сказали, что требуется серьезное изыскание, изыскательские работы и возможно даже проект по укреплению лога. Необходимость изысканий нам подтвердили и геологи. По их мнению, ситуация со стадионом не такая критическая, как с многоэтажкой Нагашкова. Но пускать процесс на самотек нельзя. Я, насколько понимаю, выше этих оползней стадион, там нет дома, нет какой-то нагрузки, да, то есть такие вещи, они просто решаются, там склон выполаживается, да, или там внизу ставится такой контрфорс. Ну, то есть там меняется геометрия склона, грубо говоря, да, то есть нагрузка по-другому распределяется и проблемы заканчиваются. По данным городской администрации, очередная проверка здесь побывает после 15 июля. Тогда в Перми начнется приемка образовательных учреждений к новому учебному году. Их готовность проверит специальная межведомственная комиссия, в которую входят представители городского департамента образования, Роспотребнадзора, МЧС, МВД и ФСБ. Они и дадут заключение о необходимости проведения работы на рушащемся склоне. Татьяна Овсянникова, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей. Беги по краю. Серия забегов под единым названием этим летом и осенью пройдет в Прикаме. В проект вошли три уникальных тематических марафона. Каждый из них привязан к одному из населенных пунктов Пермского края. Дмитрий Гаврилов узнал подробности. Три локации, две тысячи спортсменов и тысячи болельщиков. Участвовать в соревнованиях сможет любой желающий. Дистанции от детского забега до ультрамарафона. Два вида спорта – бег и северная ходьба. Каждое мероприятие серии будет иметь свои идеи – просветительские, культурные и социальные, утверждают организаторы. Забеги пройдут в трех территориях региона. Это Кунгурский район, это город Кудымкар и город Чайковский. Для нас важно объединить серию забегов. И мы считаем, что мы создали уникальный спортивно-туристический продукт. И, конечно же, хотелось бы, чтобы с помощью спорта, с помощью соревнований мы узнали разные уголки нашего края. Потому что бывает, что мы не знаем нашу культуру, плохо знаем, да, у нас замечательные есть места. И, конечно же, ребята придумали очень интересную идею. Организаторы проекта надеются, что соревнования привлекут и гостей из других регионов, а может быть, даже стран. Первый забег «Уайт Трейл» пройдет 20 июля в Кунгуре. Его посвятят бережному отношению к природе. Каждому своему забегу мы придаем определенную идею и всячески стараемся ее продвигать. В рамках белого забега мы радуем за экологичность. Мы за белую сторону, за нашу белую сторону. Мы говорим «Нет» пластиковым стаканчиком. Еще два марафона. Это культурно-познавательный забег «Тропа Куды-Моша» в Кудымкаре и первый музыкальный забег «Саундтрек Трейл» в Чайковском. Вся подробная информация на сайте permran.ru. Дмитрий Гаврилов, Александр Худяков, телевизионная служба новостей. Почему стоит работа? Такой вопрос сразу по нескольким объектам благоустройства задали пермяки, обратившись в нашу редакцию. Причем все обращения связаны с точками, находящимися неподалеку от площади Карла Маркса. В ситуации разбирался Евгений Гуляев. Улица Чернышевского, пешеходная зона у дома 23. Свежеуложенный асфальт заканчивается аккурат у фасада дома. А дальше автобусная остановка в окружении щебня и въезд во двор. Между 23 и 19 домами, который не видел ремонта уже много лет и находится в плачевном состоянии, сообщили местные жители. Они же пояснили, что это место для дорожников неприкосновенно, так как земля здесь вроде как не муниципальная, а Министерство обороны. Министерство обороны, оно как бы здесь, наверное, уже не ездит. А городскому хозяйству это тоже дорога не нужна, потому что на самом деле это не целевое расходование средств. А дорога, она очень активно используется жильцами всех крестных домов, включая вот те высотные дома. Тут же люди рассказали еще об одном объекте, на котором уже некоторое время не наблюдается никакой активности. Это участок улицы Чернышевского от площади Карла Маркса до Героев Хасана. В этом месте в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» идет комплексная работа по благоустройству, в том числе установка разделительной полосы из бетонных блоков. Однако процесс почему-то состоит уже с неделю. По обеим проблемным точкам мы направили запрос в администрацию города. По пешеходной части нам сообщили, что работа по укладке асфальта и бордюрного камня у домов 19 и 23 продолжается. Что касается дворового проезда, он включен в контракт по содержанию на 2019-2024 год. То есть в течение этой пятилетки его, наконец, отремонтируют. Что же до паузы с монтажом разделительной полосы, то тут утверждают причина в следующем. Сейчас ведется согласование и перенос контактной сети электротранспорта, а также монтаж светофорного объекта. После переноса контактной сети непосредственно ремонтные работы будут продолжены. Работы ведутся в соответствии с графиком. К слову о низкой активности подрядчиков на дорожных объектах. Неподалеку, в двух кварталах от площади Карла Маркса, на перекрестке Горького и Первой Красноармейской, начались ваэроскопки сетевики. Начать-то начали, сообщают местные жители, но в выходные работа встала. А ведь ранее много говорилось о необходимости завершать такие объекты как можно скорее, чтобы не создавать лишних проблем горожанам. Тепловики, впрочем, проблемы здесь не видят. Говорят, все идет по плану. Всего здесь появится 180 метров обновленного теплопровода. Работы выполняются по графику. До 15 июля планируется завершить все мероприятия по технологии. Этапы монтажа выполняют один за другими. Когда смонтирована часть теплопровода, обязательно проводится проверка работоспособности новых труб. Завершающим шагом станет восстановление благоустройства на улице Первая Красноармейская. Засыпка гравия, асфальтирование дорожного полотна, установка бордерных камней. Кроме того, в компании назвали сроки окончания работ. Проезд на перекрестке Первой Красноармейской и Горького должен открыться к середине августа. Евгений Гуляев, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей. ПМЖ Пермь. Так называется новый общественный проект. Он предполагает размещение на городских улицах серии мини-скульптур. Это могут быть, например, персонажи пермской мифологии. Организаторы проекта утверждают, предложить свои идеи и локации могут все желающие. Подробности узнала наша съемочная группа. Маленький символ мудрости и познания. Эту скульптуру совы могут вскоре разместить на территории университетского кампуса. Автор работы – пермский мастер Юрий Шикин. Ему больше нравится создавать миниатюрную пластику. Небольшие объекты, в отличие от памятников, как-то психологически ближе зрителям, уверен скульптор. Мне интересно работать с человеком. Но обычно это кабинетная пластика. И когда появилась идея вот эту личную историю вынести на улицы города, мне показалось, очень интересно будет поучаствовать в этом проекте, потому что это моя тема личной истории. А это восковые модели будущих скульптур. Тут и древний ящер пермского периода, и персонаж коми-пермятского эпоса – утка Гагара. Все извояния не более 30 сантиметров в высоту. Чтобы установить такие на городских улицах, не потребуется долгих согласований. В числе будущих локаций для размещения миниатюр – территория Пермской набережной. Авторы этого проекта назвали его «ПМЖ Пермь». Все-таки постоянное место жительства Пермь звучит как приговор. Мы это расшифровываем иначе. Есть версия практики местного разнелюбия. То есть надо любить, или по крайней мере пытаться любить то место, где ты живешь. Ну а второе название, вторая интерпретация – это позитивное место жительства. Остроумные, забавные, замысловатые, интересные. Такие миниатюры как раз и добавляют позитива в повседневную жизнь, уверены авторы проекта, и приводят примеры других городов. В Ужгороде установлено несколько десятков скульптур. Среди них портреты писателей, музыкантов, литературных героев, забавных персонажей сказок. Они давно стали объектами интереса туристов. Ни одна экскурсия не проходит мимо. В Санкт-Петербурге, где нет недостатка в достопримечательностях, всенародно любимой стала миниатюра «Чижик-Пыжик». Подобный опыт хотят попробовать реализовать и в Перми. Это конкурсная история. То есть мы здесь не ограничиваем темами тех, кто готов в проекте участвовать, а поучаствовать вообще может любой. То есть любой житель города Перми может поучаствовать либо в качестве художника, но для этого, конечно, нужно иметь определенные навыки, либо в качестве человека, кто предложит идею или месторасположение. До сентября авторы проекта «ПМЖ Пермь» собирают предложения. Отправлять их можно в одноименные группы в соцсетях. Отбирать наиболее удачные варианты будет жюри. А затем за воплощение идей возьмутся профессиональные пермские художники и скульпторы. Юлия Зыкова, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей.